Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, любим тебя, любим тебя, дорогой, любим тебя драгоценный, и мы приглашаем тебя в наше собрание сегодня. Ты здесь главный Дух Святой, ты главный Дух Святой, и ты прикасайся, и ты говори то, что ты хочешь, и ты совершай то, что ты хочешь. Аллилуйя! Господи! Слава! 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 Слава Тебе! Славим Тебя! Давайте подарим Ему наши аплодисменты! Подарите Ему! Он достоин славы! Он достоин чести! Он достоин всей хвалы. Наш Бог, Он живой Бог, Он живой Бог, Он живой Бог. Аллилуйя, Аллилуйя, народ Божий. О, слушайте, такое поклонение, спасибо большое. Я стоял, у меня прямо такие ажистики. Я не знаю, как это называется вообще, но мурашки похожи, в общем. Это, наверное, Дух Святой прикосался. Вы тоже такое переживали? О, слушайте, да я не один был такой. Чувствует Бога, слышит Бога. Аллилуйя, народ Божий, давайте мы благословим наших детей. Господь, мы благословляем наших детей, мы молимся Тебе, чтобы воля Твоя Божия совершалась в их жизни во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что они великие перед Тобой, и мы божественную судьбу в ихнюю жизнь высвобождаем именем Иисуса Христа. Мы благословляем, благословляем, благословляем. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь, Аминь. Аллилуйя. Можно присаживаться. Дрихс, стопсвистись. Спасибо прославление, поклонение. Поздравляюшим, пилогсмой. Церковь Божия, мне очень приятно сегодня быть у вас здесь. Девы, дружи, мне очень приятно сегодня быть здесь. Служить вам. Калпоте жмс. Это значит перед Богом стоять. Это значит, что стоять. Это значит, что стоять Деву премь. Достоинно стоять. Семь Иисус Христус, Он пришел послужить людям. Пац, я из Крисса отнайся, покалпот человек. Это сам Бог пришел. Это сам Бог пришел. Пац Девс отнайся. Аллилуйя. Бог являл свою славу, свои чудеса. Девс рады Саву зиму, Саву бринуму. И я верю, что сегодня Господь тоже что-то сделает. И я продолжу сегодня свидетельство. И я поделюсь с теми чувствованиями. И даже может что-то наглядно вам покажу. Что мы переживали там. И какое присутствие Божье было с нами. Присутствие Божье, я не знаю, он сам покажет, но я покажу то, что я там делал. Как-то пастыр ваш сказал, пастыр Алексея сказал, что протестант должен протестовать. Он не согласен. Он не согласен. С темой. И со злом. И поэтому он протестант. И поэтому он протестант. Аллилуйя. Аллилуйя, народ Божий. Слава Господу. Слава там кунгам. Хочу поблагодарить вас церковь. Еще раз пользуюсь случаями. Поблагодарить пастыра вашего. Ваши церковь, дорогая. Айгара поблагодарить. Айгарам поблагодарить. Александра поблагодарить. Сергея, кто нам уделял это время, внимание уделял? Нам было очень приятно у вас. Я хочу сказать вам одну вещь. Что зло, оно имеет свойство заканчиваться. А добро имеет свойство продолжаться. Поэтому у нас был такой период зла, когда он закончился. И добро, которое мы получили здесь в Латвии. Это чудо Божье. Пришло наше время уезжать. Но я верю в то. Что это добро, оно продолжится дальше. Я заберу вас с собой, Латвия. И на Украине узнают о вас. Они уже знают. Они уже знают. Халлелуя. Поэтому еще раз спасибо огромное церкви. Вам спасибо огромное. За этот теплый, радушный прием. Силту, лабо, пенемшену. Силту, лабо, пенемшену. Ага. Вот здесь рукой. О. Сигнал не пропадал. А, окей. Будет слышен только перевод. Ну, пойдем с вами в служение, в проповедь. Ну, ясно, мы с вами с вами святернами. Хочу познакомиться с вами немножко ближе. Греба познакомиться с вами немножко ближе. Я попрошу показать ролик сейчас. Я попрошу показать ролик сейчас. Бачу Бога кожен день звучит украинскую мову. Это вижу Бога каждый день. Пожалуйста, можно его вывести. Скатаемся. Да, да, вот этот. Да, да, вот этот. А, там. Ну, пока там что-то. Звук. Звук. Миша. Михаил. Включите звук. Хорошо, пока там что-то технически настраивается, то я продолжу. В этом ролике. Я просто кратко. Можно, да? А, ну давайте. Вижу Бога каждый день. 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 Среди с ней женах. Вижу Бога каждый день. Среди с ней женах. Продолжение следует... 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 Я хотел пойти, но я не мог выйти. Я слышал разные голоса, которые говорили мне, уходи отсюда, они ненормальные. Посмотри на этих людей. Я закрыл свои глаза. И в этот момент ко мне кто-то подошел и взял меня за руку. И вывел меня. И поставил меня впереди. И там еще стояло человек 12. И когда этот пастер сказал молитву покаяния, я даже ее не повторил. Потому что я закрыл глаза. Мне стыдно было открыть эти глаза. Наш город небольшой. Все друг друга знают. Наверное, как в Латвии. Я просто стоял и слушал. Но потом, когда он сказал аминь, я сказал церковь, давайте помолимся за них и благословим. Вот тут что-то началось. Меня стало в жар бросать. В пот бросать. Трясти. Я не понимал, что происходит. Это сейчас я могу уже сказать. Потому что я уже начитался Библией. Оказывается, там есть бесы и демоны. Которые, наверное, выпрыгивали из меня. Знаете, это как бутылку с шампанским. Ну, вы знаете, что это такое? Или это только я пил? Я, ну, знаете, да? Вот это как ее расшатать, наверное, и пробка выскакивает. Вот так они, наверное, выскакивали один за одним. И когда эти люди подняли руки в атаке, стали молиться на языках. Эти бабушки. Я очень люблю их. Это горячие молитвенницы. Это генералы Божьи. Халлелуя! Они верные. Они столько много могут сделать. Мы благословляем их. Я очень их люблю. И бабушек Латвии люблю. Когда они сказали «Аминь», вот в этот момент, знаете, произошла полная нейтрализация наркотиков, всего, алкоголя. Потому что я, когда не кололся, я много пил. И когда меня спрашивают, «Вы не пьете?» Я говорю, «Я не пью». «А, вам нельзя!» Я говорю, «Нет!» Мне все можно, кроме одной вещи. Это греха. И каждый для себя должен определить, что для него грех. А я в своей жизни уже напился. На три жизни вперед. Я хочу увидеть этот мир трезвыми глазами, в ярких красках. То, что Бог подарил мне. Поэтому я и не пью. Я в разных компаниях бываю. От больших до маленьких. В разных ресторанах. С разными людьми. Но я не пью. Оно мне не надо. Это чужое. Это инородное. Это не мое. Это не мое. Это не мое. Это не мое. И я никого не заставляю не пить. Я просто могу помолиться. И Бог это сделает. Как это было в моей жизни. Как это, но только на моей жизни. С 97-го года. Но 97-го года. Ни одного рецидива. Ни одна рецидива. Я радуюсь этой жизни. Я спрецаюсь пар шоу дзиви. Бог подарил мне эту жизнь. И я не поменяю ее. Что бы мне это не стоило. Какую бы я в тюрьму не попал. Первую жизнь Бог подарил. Это когда мама родила. И я уже пришел в этот мир. Это я потом узнал. Побеждать зло. И каждый из нас пришел в этот мир. Уже победителем. Вы уже пришли в этот мир. Чтобы победить. Одержать победу. Над какими-то определенными вещами. Вторую жизнь Бог подарил. Это наркотики. Освободил меня. Третью жизнь дал. Это вон та тюрьма, в которой я был в России. Потому что там было время. Когда я думал. Что я вообще оттуда не выйду. В России потерять человека очень легко. Растворить его. И даже никто не найдет. Поэтому сегодня надо молиться. За тех людей. Которые находятся в лагерях. Которые находятся в плену у них. Просить Бога. О божественном вмешательстве. В ихнюю жизнь. Мы не знаем, как Бог это будет делать. Я не знаю, как я вышел оттуда. Но Бог вывел меня. И я очень благодарен Ему. Он подарил эту третью жизнь мне. Я не знаю, сколько он еще подарит жизни. И сколько будет вашей жизни. Но сегодня я поделюсь. Но сегодня я поделюсь. Какими-то интересными вещами. Я поделюсь от своей истории. Библейской истории. Друзья, у нас все по Библии. Другому, мы все ият петь Библии. У нас все по слову. У нас все по слову. У нас все петь варда. И никак иначе. У некакий савадок. Если ты связал свою жизнь с Богом. Если ты связал свою жизнь с Богом. То будь готов. Тогда ты готов. В твоей жизни. Това жизнь. Будет проводиться. Я это назвал спецоперация Божья. Хорошо верить, когда все хорошо. Хорошо верить, когда у тебя все замечательно. Хорошо верить, когда у тебя деньги есть. Когда ты здоровый. Когда вот все у тебя в порядке. Хорошо верить. Знаешь, но это не есть вера. Попробуй верить. И Бог будет такие вещи делать. Я вам сто процентов говорю. В жизни каждого человека. Будет проверяться. Вера. Надежда. Любовь. Вот эти три вещи. В нашей жизни. Бог будет тестировать. Хотим мы этого или нет. Если ты сдаешь этот тест. Ты идешь дальше. А если ты не сдаешь этот тест. Знаешь, гейм овер. Конец. Поэтому мы с вами должны сдать определенные экзамены. Нет широкой дороги на небеса. Есть узкий путь. И хотим мы этого или не хотим. Мы видели много верующих. Мы видели большие конференции с вами. Большие церкви. Но, к сожалению, туда идут. Узкой дорогой. К сожалению. Знаете, для нас туда идут. Потому что это его путь. Он так поставил. Не мы. И он каждого тестирует. И от этого никто не уйдет. И вообще никто не уйдет. Висправь не уйдет. Ничего нет тайного. Чтобы не стало явно. Ничего. Некас. Друзья. Абсолютно. Бог покажет. И слава Богу. И пусть Он показывает. Потому что у нас есть возможность. С вами исправиться. Исправить свой путь. Потом уже будет поздно. Поэтому лучше сейчас. Пусть Он делает эти экзамены мне. И если я не получилось, у меня что-то. Он всегда даст шанс. Он всегда даст возможность. Он всегда поможет. Сдать тебе экзамен. Он не оставит тебя. Он не оставит меня. Какой бы ты ни был в сложной ситуации. У Него есть выход. Из любой ситуации. Друзья. Из любой ситуации. Мы имеем дело с тем. Который сотворил небо. Сотворил землю. Который сотворил человека по образу и подобию своему. И Он вечный. Потому что Бог вечный. Аллелуя. 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 И мы определяем свою вечность. Сегодня. Куда мы пойдем завтра. И знаете, на одном из допросов. Когда меня ФСБшники допрашивали. Я им сказал. Что никто. Не уйдет. От суда Божьего. Бог будет судить народы. Бог будет судить всех президентов. От маленького до великого. И Бог всем воздаст. И Бог всем воздаст. По правде своей. Можно всем миром завладеть. Но в один миг. Но в один миг. Ты окажешься в вечности. Не в той, что надо. Не та, ни, которая вается. Потому что есть вечность на небесах. И есть вечность в аду. И мы определяем сегодня. Знаете, я проповедовал им. Я об этом расскажу позже. Аллелуя. Итак. Я сказал у нас все по деяниям. Я это местописание перечитывал очень много раз. Деяние 16 глава. 25 стиха по 31. Там написано, что Павел и Сила славили Господа. Они были закованы в тюрьму в оковы. И вот я посмотрел. Мы в этой тюрьме сидим. Каждый из нас окажется в своей тюрьме. В прямом смысле. В переносном смысле. Это какая-то ситуация. В моей ситуации. Так это в прямом было. И какая ситуация. Но каждый из нас может оказаться в какой-то ситуации. Это будет его тюрьма. Которая его заковает. Это может быть семья. Отношение в семье. Это может быть финансы. Может работа. Может отношение с другими людьми. Может еще что-то. Ну, я не знаю. В какой тюрьме каждый может оказаться. Но он окажется там. Так вот, что они делали? Я читал и смотрел. Они славили Господа. Они молились. Они прославляли. Они славляли. Вау. Вау. И я подумал. И я подумал. И я подумал. Интересно. Интересная ситуация. Когда мы попадаем в тюрьму. Что мы делаем там? Куда кидаемся? Куда бежим? Куда нас души давят что-то. Там есть слова. Тур и варди. Кульминационные. Кульминации. В конце написано этой истории. Чи нотикуми беигаси ракститься. Веруй в Господа Иисуса Христа. И спасешься ты. И весь дом твой. Когда к нему пришел человек. И спросил его, что нам делать. Когда эта темница разрушилась. Этот страж прибежал. Что делать? Знаешь. Скажи веруй в Господа. Ну толкни своего ближнего. Скажи веруй в Господа. Все будет хорошо. Веруй в Господа. Спасешься ты. И весь дом твой. А кто твой дом? Это жена, муж или дети. Внуки. Ну веруй в Господа. И спасешься ты. И весь дом твой. Но есть некие определенные условия. У нашей веры есть определенные требования, друзья. Бог, он безусловный. Бог, он не заставляет никого. Он дает право выбора человеку. Ну и он тебе говорит, что если ты хочешь, что было вот так, то тебе надо сделать вот так. А ты решай. А ты определяйся. Что тебе делать? Славить Бога. Молиться. Читать Слово Божье. Или роптать. Там какие-то вещи делать. Паниковать. Ну, ты сам должен определиться. Попав в тюрьму. Вот это местописание для меня стало как отчинаж. Я много раз его читал. Перечитывал. До этого я знал это. И когда попал туда, оно врезалось в меня. Снова по-новому мой раунд. Вау, я говорю, надо славить Бога. Прославлять Бога. Эта темница, она разрушена. Я не знаю, как это Бог сделает. Но Он это сделает. Мы славили Господа. Мы поклонялись Богу там в тюрьме. Когда нас сняли с Апфира спасательного судна. И отправили нас на гауптвахту в Севастополе. Это небольшая камера. В этой камере было три священника. Два евангельских и один православный. А четвертый член нашей команды, доктор, был в соседней камере. Так вот, мы три священника. Наше утро начиналось. Прославление. Ар славейшану. Ар пилогсми Девам. Мы поклонялись, прославляли Бога. Мы вспоминали псалмы, которые мы раньше пели. В церквях, которые звучали. Я не левит. Я не прославитель. Я не умею так петь, как они классно поют. Мне очень это нравится. И я тоже за ними подтягиваю. Я тоже пою. Ну, беру микрофон. Когда беру микрофон и пою, мне жена говорит, лучше пой без микрофона. Ведь тебя и так услышат. Но я не могу петь без микрофона. Но там микрофона не было. Я говорю брату Лене, говорю, Леня, ты помнишь, мы пели тот псалом? Как он звучит? Напомни мне. Он мне напоминал. И мы ходили вдвоем. Ну, мы два евангельских христианина. Православные не поют такие псалмы, как мы. Трошки непонятно там. Ну, мы поем. Мы молимся. Лудзам. Поклоняемся. Пелудзам. Знаете, приходит Бог. И казалось бы, мы сидим в этой тюрьме. Там на Голубвахте. Я это назвал. Мы сидели в туалете. Мы ели, жили и спали. Мы едем, дзерем, гулем. В туалете. Потому что дырка в полу. И тут тебе стол рядом. И это комната три на четыре. И нас не выпускали оттуда. Но каждый день. Мы молились с утра. Поклонялись Богу. Пелудзам Деву. Славили его. Славляем виņу. И благодарили его. У патрицали его. За наш выход. За нашу свободу. За нашу свободу. А узники. Бет-и сладзији. Слушали их. Клаусијас виņос. А узники. Бет-и сладзији. Подглядывали за нами. Лукой аз мумс. А узники. Бет-и сладзији. Вызывали нас на допросы. А узники. Смотрели все, что мы делали. Как-то один раз мы молились. Ну и как-то громко молитва пошла. Та один из узников прибежал и постучал нам в двери камеры. И сказал, здесь нельзя громко молиться. И петь песни. Это что вам здесь? Молитвенный дом. Мы говорим, ну ладно. Мес скажем, ну ладно. Мес говорим, ну ладно. Мес гласитиньам логсим. Мес гласитиньам пелогсим. Знаете, я думаю, главная. Я думаю, главная. В нашем деле все. Музу литая. Наше искреннее сердце. Музу открытая сердца. Открытая сердца. Перед Богом. Диј прегшам. Мне одна сказа там. Литая добавля. И старый. Еще. Еще. Scientists, как полки д increну. Пусть я не знаю, каких-то псалмусов. Ну, я что-то знаю. И Богу нравится. Как я пойду. И ты увидишь это. И ты видишь это. Знаешь? Зини? Как ты не был палка две стены. Богу нравится. Как ты пойду. Как ты поклоняешься. Как ты пилудц. Ему нравится. Ты ему нравится. Ты ему нравится. Со всеми своими тюрьмами. Которой ты можешь быть. Он хочет прийти к тебе. Позволь ему это сделать. Откройся для него. Не знаю, почему это говорит. Ну, он, наверное, что-то хочет. Что-то я не по плану пошел. Не по своему плану пошел. Что у него есть свой план. Ну, я написал проповедь. И я поделюсь. Мой план должен совпадать с его планом. Аллелуя. Итак, тема проповеди. Вера, надежда, любовь. Или 750 приседаний. И мы будем говорить на тему веры, надежды и любви. И я повторюсь, что каждый из нас будет подвергнут Богом на испытание прочности веры, надежды и любви. И каждый из нас будет сдавать свой тест. Абсолютно. Я не смогу сдать за вас. Я не смогу сдать за вас. А вы не сможете сдать за меня. И каждый будет сдавать свой. У каждого из нас будет сдавать свой. Аллелуя. Евреям 11 глава. Эбрия 11.11. Первый стих. Там написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Друзья, вера же есть осуществление. Осуществление. Давай скажем осуществление. Что сегодня ваша вера осуществляет? В вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В третьем стихе написано, что верою мы познаем. Познаем, это значит, мы прикасаемся. Есть ситуации, к которым мы прикасаемся. А есть ситуации, которые к нам прикасаются. И вот наша вера, она познает. Наша вера, она осуществляет. Ожидаемое. Наша вера, мы ожидаем. Но в этом ожидании мы должны быть уверены. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в том, что мы пока не видим. Но придет это, что мы это увидим. Мы не видели своего освобождения, когда мы там были. Но мы каждый день, мы осуществляли его своей верой. А что такое осуществлять каждый день? Вера. Это молитва. Это ты читаешь Слово Божье. Это ты исповедуешь. Что ты говоришь. Что такое вера. На Сапфире. Я так спешил в эту поездку. Что я не взял с собой свою дорогую и драгоценную Библию. И там, на Сапфире, я нашел Новый Завет. Друзья, мы не можем жить уже без Слова Божьего. Это знаешь, как рыбу достать из воды. А вода есть естественная среда обитания для рыбы. Она бишет в этой воде. Но если ее достать, рыбу, она хвостом какое-то время еще будет бить. А потом она умирает. Вот так и мы, верующие, если забрать у тебя Слово, забрать те откровения, которые ты имеешь, какое-то время, хвостом ты побьешь. Какие-то движения будешь делать. Но придет момент, когда ты просто умрешь. Духовно умрешь. Из-за духовной смерти приходит физическая. Приходит вам та смерть. Там, где мы можем оказаться. Вечности не той. Поэтому Слово Божье у нас с вами должно стоять во главе угла. Там, где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось. Слово Божье. И когда я нашел этот Новый Завет, потому что я так спешил, я забыл Библию свою. И когда поднялись к нам русские на Сапфир, проверять корабль, мы в таком состоянии я стал вспоминать откровения, что-то исповедовать, что-то молиться, слово Божье нашел, стал читать его, и Бог дал мне откровения. 17 глава, 14 стих. Можно вывести? Откровение 17 глава. Там написано такие слова. Они будут вести брань с Агансом, и Аганец победит их, ибо Он есть Господь господствующий, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, и избранные, и верные, и устицые. Вау! И я подумал, суть званые, избранные, и верные. Господи, ты же меня призвал. Ты меня призвал, Господи. Ты меня призвал, Господи. Я твой. Там написано, что верные. Я говорю, Господи, помоги мне пройти этот путь, изъять шоу цели, полить устицегам, чтобы там не было. Я не знаю, что будет происходить. Как будет происходить. Как будет происходить. Я молился в каюте. Я встал на колени. Я не знаю, что будет происходить. Передо мной лежал новый завет. Я открыл это местописание. Я говорю, Господи, это Россия. Они по всей вероятности они снимут нас с сапфира. И мы поедем в плен. И я прошу тебя, Господи. Я не знаю, что будет. Как будут развиваться события. Ну, я прощу, дай мне остаться верным. Я очень дожду, которые подростки sniper. Вы wasted на кримислина. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Я стоял плакал. У меня лили слезы. У меняinental. Я говорила китай מאставland. Я говорила что-то словах. Я слышал как-тоバ cupнул. Я говорила, Господи, я люблю тебя. Ты столько сделала в моей жизни. Но раз такое случилось в моей жизни, это еще одно испытание, которое должен пройти. Помоги мне, Господи. Статься верным Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я очень люблю Тебе. Я обнимаю Тебе. А в этот момент, русские ходят, обыскивают судно. Досмотровая группа. Они что-то решают там. Они выясняют там, что с нами делать. Пришел момент, когда они нас сняли с этого сапфира. И мы поехали на Гаупахту. Там 11 дней были на ней. Мы продолжали там молиться. Потом мы стали поститься с братом Леони. День он поститься. День я пощуп. День я пощуп. Он говорит, что он будет тебе говорить. Он поститься. А я хожу молюсь. Леи, ма, шандалабо, ма, соталабо, лей, брабо, макарабо. Бог мне сказал, что он будет тебе говорить. А он сидит. Слушает Бога. А я хожу молюсь. А он в посте. Я говорю, Леня, Бог мне сказал, что он будет тебе говорить. Я это слышал. Он, да подожди ты, но не спеши. Но я такой, понимаете, мне быстро надо. Я говорю, ну подожди. Ну ладно, буду ждать. Господь, ну что ты ему там сказал? И потом Бог ему проговорил. В этом посте и молитву. Бог сказал, я ваш Бог. И я выведу вас. Я ваш Бог. Он это услышал. И я выведу вас. И он говорит, Бог мне сказал. Вау. Давай благодарить его. Давай будем благодарить его. И мы стали благодарить Бога. За то, что он нас уже вывел. Послушайте. Вы много раз читали это местописание. И это тоже пришло мне в голову. Ранами Иисуса Христа. Вы что? Вы исцелились. Это прошедшее время. Знаешь, ты вроде больной. Смотришь на себя. А Слово Божье говорит, что ты уже исцелился. Так вера в Бога будет благодарить. За исцеление. Глаза. А физические видят одно. А вера. Видит совсем другое. Так вот, это местописание. Ранами Иисуса Христа. Вы исцелились. Это уже все в прошедшем времени. И мы как будто уже в будущем. И мы как будто уже в будущем здоровы. Исцелены. Диединаты. И поэтому, когда мы там в тюрьме, мы благодарим Бога. И говорим, Господь, спасибо тебе, что ты вывел нас. А наши физические глаза живут в туалете и кушают в туалете и спят в туалете. Но наша вера, говорит Господь, спасибо тебе, что ты вывел нас отсюда. А наши физические глаза видят другое. Нас потом отправили в лагерь для военнопленных. Приехал в лагерь для военнопленных. Нас там очень сильно, жестко приняли. Нас там побили все. 200 человек. Военные, гражданские. Там все перемешались. И русские солдаты. Когда нас в этих автозаках привезли туда, мы выходили с автозаков. Кого рукой? Кого ногой? Кого автоматом? Кого дубиной? И они все кричат, у нас есть приказ стрелять на поражение. Не вздумайте никуда бежать. Это два часа ночи. Это мороз минус 22. Нас всех поставили на колени. А вера в Бога говорит, мы благодарим тебя, Господь, за то, что ты нас вывел. А физические глаза и наше тело ощущают совсем другое. Господи, что это? Мы не понимаем. Но вера в Бога говорит, Господи, спасибо тебе, что ты вывел нас. Чьим словам поверишь ты? Послушайте, это экзамен. Серьезный экзамен. Когда мы стояли на коленях, они сказали стоять нам всем на коленях. И по одному заводили в палатку для идентификации. Они фотографировали там, снимали отпечатки, там еще какие-то вещи делали. И вот эта толпа 200 человек стоит на коленях. И этот мороз минус 22. Я уже не мог стоять. Я был в этом костюмчике, потому что я поехал, у нас тепло в Одессе было. В спортивном костюмчике. В легких кроссовочках. И я уже настолько сильно замерз, что я уже просто не мог стоять, я уже как падал. Но я решил поднять ногу и встать. Как-то так. И я стал вставать, и тут я получил сильный удар. Я говорю, за что ты бьешь священника? Русский. Вы священник? Я говорю, да, я священник. У меня висел мой крест. Рядом со мной на коленях стоял православный священник. Этот русский, после того, как он, знаете, одна рука хорошая, другая плохая. Сначала ударил меня, а потом подал руку, поднял. Завел палатку. С меня сняли идентификацию. Присвоили мне номер. 24. Вместо фамилии, имя, отчество. Я стал 24 номер. Это ГУЛАГ. Потом меня отправили в палатку. Уже другую палатку. Они когда всех проводили, отправляли. Когда мы все уже прошли, солдаты, все, у нас стоял охранник в балаклаве в палатке. Мы не знали, куда нас привезли. Это ночь, минус 22, холод. В палатке холодно. Нам разрешили растопить печку. Мы стали топить печку. И я спросил у этого охранника в балаклаве. Русский солдат. Я ему говорю, ну скажи, куда нас хоть привезли. А он мне говорит, Иркутск, ребята, вас привезли. На Байкале были? Байкалас отбивши. И я сидел и думал, Вау! Вот это мы приплыли. Но тот протестант, который живет во мне, он стал мне говорить, я не сдамся без боя. Я пешком домой идти буду. Но я буду идти. Если такая доля мне выпала, Господи, я пройду этот путь. Я не знаю, как это будет. И что это будет. У меня были такие мысли. Люди, которые в палатке, когда услышали, что мы приехали в Иркутск, на Байкалу. Это так сказал нам военные солдаты. Люди схватили за голову, куда нас привезли. И что будет дальше с нами. Но потом в процессе разговора мы выяснили, что мы находились на территории России. Шебекина – это под на территории России недалеко от Харькова. Мы слышали военные действия, слышали взрывы. И потом нам сказали, что вы недалеко от Харькова. Пробыв пять или шесть дней в лагере, нас переправили в СИЗО. Нас переправили в тюрьму, в колонию там, скажем так. Уже в другой город. Так вот, я возвращаюсь к Евреям 11 глава, шестой стих. Там написано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Послушайте, у веры есть определенные условия. Без веры невозможно угодить. Вот это слово «угодить». Это интересное слово. «Угодить». Вы когда-нибудь угождали кому-нибудь? Ты когда человеку угодишь, ну, добро, хорошо, ты назад получаешь взаимную симпатию. У тебя происходит вот этот коннект, вот эта встреча. Так вот, чтобы у нас этот коннект был, написано, «Без веры угодить Богу невозможно». Потому что тот, кто приходит в церковь, тот, кто говорит, что Он верующий, угодить. Угодить это слово. Много значит. Мы не обращаем на него внимания. Мы говорим, мы верующие. А вот что происходит у нас внутри? Каким образом мы можем угодить? Если ты злой, ты должен стать добрым. Если ты любишь, значит, ненависть должна уйти. Если ты обнимаешь, значит, что-то должно от тебя уйти. Мы не должны жить двухличной жизнью. Вы слышите, что я говорю? Потому что Бог будет тестировать нас. Мы верующие. Мы любим. Мы благословляем. Мы светим. А наш язык гадюк увидели? Он двоякий. Это двоякий. Римлянам восьмая глава. Там написано «Ибо мы спасены в надежде». Надежда, когда видит, не есть надежда. Ибо мы спасены в надежде. Знаете, надежда – это очень важное в нашей жизни. Мы спасены вот в этой надежде. Но надежда, когда видит, это не надежда. И надежда, она подвязана под терпение. под терпение. Когда мы были там в тюрьме, надежда. Мы говорили, надо потерпеть чуть-чуть. Бог делает свою работу. Мы благодарим Бога за нашу свободу. Но мы потерпим чуть-чуть, что бы там ни было, как там ни было. Но Бог в процессе. Он сказал слово свое. Мы взяли это слово, и мы держим это слово. Мы исповедуем это слово. Мы молимся согласно слову. Мы провозглашаем это слово. Мы потерпим чуть-чуть. Мы потерпим чуть-чуть. Аллилуйя. Цель, которую ты идешь, надежда напрямую связана с терпением. Прямую связана с терпением. Мы не хотим терпеть. Мы хотим сразу. Мы хотим прямо сейчас. Ты же так, но тебе чуть-чуть. Надо потерпеть. пацистись. Аллилуйя. Первая она 5.3. Любовь к Богу. Милсти буз Деву. Чтобы мы соблюдали заповеди Его. Лаймес евароту вина бауш. И заповеди Его. Там написано нитяжки. Люди говорят заповеди. Законники. Так сложно исполнять это слово. Послушайте, ничего нету сложного. Там написано нитяжки. Его заповеди. Если ты любишь, для тебя несложно будет. Тяжело и сложно тому, кто не любит, а прикидывается, что он любит. Вот ему тяжело и сложно. А тот, который любит, ему легко. Если я люблю свою жену, мне легко. Если она любит меня, ей легко меня прощать. Если я что-то сделал не так. Она меня очень любит. И она меня прощает. Знаешь, если ты любишь, тебе легко. Ты любишь Бога. Тебе легко будет со словом Его согласиться. Но мы не соглашаемся иногда. Нам неприятно, когда мы слышим проклятие словам. Когда ты говоришь проклятие в твоей жизни. О, нет! Послушайте, поклассайтесь. Библия говорит о благословении и проклятии. Нам не всем приятно, когда мы говорим, что российский народ находится под определенным проклятием. Да нет! Там много церквей, там много пастырей, которые тоже люди. Послушайте, ответственность должна взять на себя церковь. Церковь молчать и говорить, чтобы остановили эту войну. Это проклятие. Как бы мы не молились, как бы мы не славили Бога. Если мы не выйдем сегодня, и мы не скажем своему президенту, что ты не прав, ты должен остановиться, ты убиваешь, что ты делаешь. Остановись это проклятие. Ты нарушил межи ближнего, ты нарушил границы ближнего. Так говорит Библия, кто нарушит границы, тот проклят. Я верю в то, что один человек принес проклятие на всю страну. И я верю в то, что один человек, Иисус Христос, принес благословение на всю землю. Аллилуйя! А вы молитесь о России, меня спрашивают. Я говорю, молюсь, я благословляю Россию, и сегодня хочу молиться, и благословлять Россию, благословлять российский народ. И моя молитва сегодня к Богу, чтобы Бог поднял там людей, сильных, способных возвысить свой голос за правду, за истину, потому что война это проклятие, война это зло, а его надо остановить. И только тот, кто за правду стоять будет, может это сделать. Друзья, цена будет платиться, жертва будет платиться. Иисус, чтобы принести благословение, Он заплатил свою цену, и сегодня мы имеем спасение. Он был распят, его убили, его поругали, его оплевали, Он пролил кровь, вот так и у нас сегодня. Украина платит свою цену за свою незалежность, самостоятельность, независимость. Украина платит свою цену, и каждая страна должна заплатить свою цену, и Россия заплатит свою цену. В ней должны подняться люди, способные возвысить голос, не быть двуличными, церковь не может быть двуличной. Если ты за правду, ты будешь стоять за правду. Бог протестирует сегодня всех. Аллелуйя. Любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его, они совсем не сложные. и немножко о заповедях. Ефесянам 5 глава, 20 стих, написано, «Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Иисуса Христа». Всегда за все благодарите Бога. И ты думаешь, как Его благодарить, когда ты оказался в такой сложной ситуации. А Библия говорит всегда, не за все. Написано, что праведнику все содействует ко благу верующему. Все содействует ко благу. Не смотри на эту ситуацию и сегодня критично. Посмотри на нее позитивно. Посмотри на нее, увидь в этой ситуации что-то. Потому что это, что пришло сегодня в твою жизнь, то, что царапает сегодня твое сердце, внутри сжимает твое сердце. Вместо того, чтобы изливать гнев, изливать еще что-то. Ко благу посмотри, это Бог делает в твоей жизни. Он дает возможность тебе изменить тебя. Дает возможность тебе характер поменять, образ мысли поменять, что-то правильно исповедовать, что-то благодарить, что-то говорить правильно. Всегда и за все благодарите Бога. И вот мы оказались в тюрьме. И я говорю, Господи, как тебя благодарить? За что я тут оказался? В этой тюрьме? Вообще не понимаю. Но я люблю Бога. Там написано, что заповедь его легко исполняет. Библия это сплошная заповедь. Я говорю, Господи, спасибо тебе. Ты что-то делаешь с нами. Вот в этой тюрьме что ты с моим сердцем хочешь сделать? Я стал думать, перебирать, смотреть свое сердце, свой характер, покаялся за все, что сделал и за все, что не сделал и за все, что еще могу сделать. Что-то неправильное. перекаялся уже наперед, на три жизни вперед. Говорю, Господи, прости меня. Там, где давал обещание и не держал это обещание, там, где я говорил, что я люблю свою жену, я ее люблю, но я не буду на нее голос повышать, а я повышал. Господи, я бил себя по губам, я говорил, Господи, прости меня, ты, кунгс, это язык уже, проклятый. Говорю, прости меня, Господи, я даю слово тебе, я благодарю тебя, я когда выйду, я буду ей ноги целовать, я буду ее обнимать, я буду ее любить, я ей опять скажу, что я дал Богу слово, что я не буду на тебя повышать голос. Слушайте, она мне напомнила недавно. Ну, что-то было там, я что-то повысил интонацию, говорит, а ты обещал, говорю, я обещал, все, прости. Слушайте, вот так в нашей жизни бывает, мы даем Богу слово, мы не держим слово, даем обещание, а что-то у нас не срабатывает, а мы потом бегим дальше и говорим, Господи, мы превращаемся в двух личного. Знаешь, лучше будь искренний, лучше будь честный, лучше будь открытый перед Богом, и Бог исправит, Бог поможет исправиться. Аллилуйя, подарите ему аплодисменты. извиняем, аплодисменты. Написано, хвалите Бога, Псалом 134, с первого по 7 стих, там написано, хвалите Бога, хвалите Бога, всегда хвалите Бога, Вы помните, я говорил угодить? Слушайте, ничего не стоит в этой жизни, никаких денег вы не заплатите, никак не купите вы, чтобы Бог поцеловал вас. Если Бог поцелует, если Бог прикоснется, в один миг произойдет что-то, Бог меня поцеловал тогда, когда этот наркоман проклятый пришел в церковь, был проклятым, и пришел, и он прикоснулся, и все ушло, в один миг, и я пошел, и этот поцелуй Божий, я не мог понять, что происходит со мной, я ходил до 4 часов утра, я разговаривал с Богом, разговаривал сам с собой, я выяснял, что произошло, это было чудо, это было чудо, аллелуйя, 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 хвалите Бога, славьте Его, славьте Его, просто славьте Его, аллелуйя, следующая заповедь, Матфея 10 глава, 7 стих, там сказано, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Божие, знаешь, что такое вера, это проповедовать, что есть Царство Божие, какой бы ты ситуации не был, пусть Бог даст мудрости, каждому из нас, мы не навязываем свою проповеду, не успешем свою святру, но мы говорим, когда меня допрашивали ФСБшные службы, была такая ситуация, меня сильно побили, нас водили на прогулку, пять минут, и после прогулки мы выходили, они нас обыскивали, и что-то не понравилось охраннику, и он ударил меня, и я упал, он очень сильно ударил меня, взял меня вот здесь сзади, и хочет так бить, наверное, и колено меня ударил, и я упал, и они не помогли встать, потом, когда мы пришли в камеру свою, я сел на кровати, и у меня текли слезы, я думаю, Господи, он издумал, ну как их любить, как, лая винись мил, этих подонков, что с нелешус, ну как их любить, ну как, винись милые, не могу я их любить, я не веру винись милые, помоги мне, полейдь мне, а он мне говорит, проповедуй им, я говорю, как им проповедовать, и Бог стал мне показывать, сколько он сделал в моей жизни, что он меня освободил, исцелил, чудеса какие-то, там, где мы молились за исцеление, Бог стал мне показывать, и это стало меня греть, я сидел, плакал, брат Леня подошел ко мне, и стал молиться за него, он возложил свою руку, говорит, Господи, благослови его, а я в этот момент слышу, Бог мне говорит, проповедуй им, молись за них, и во мне внутри, поднялась что-то, он говорит одно, а моя плоть, совсем другой, знаешь, мы в таких ситуациях, когда мы будем слышать Бога, а плоть будет говорить другое, я сказал, хорошо, раз ты мне сказал проповедовать, я буду им проповедовать, я буду молиться, повели нас как-то в душ, и эти люди в Балаклаве, и эти охранники, они спрашивают, а как вы тут оказались, я говорю, я священник, я был на Сапфире, ну, приехал, рассказываю историю, они слушают ее, вы помните, я сказал, что слово Божье надо читать, они слушают меня, я раздеваюсь, они в душ привели меня помыться, я все снял с себя, трусы снял, завели меня в душевую, и когда я шел в душевую, один в Балаклаве, один в Балаклаве говорит, верующий говоришь, псалом 90, псалом 91, и там такие два крана, и вот я стою голой без трусов, и вот там два крана, и тут два крана, холодные и горячие, и я запутался в этих кранах, открыл один, вода холодная, я говорю, живущий под кровом Всевышнего, говорит Господу, прибежище мое, халлелуйя, он слышит, я ему начал цитировать псалому, ну ладно, ладно, ты знаешь, чего тебе Библию читать надо, чтобы ты имел откровение, чтобы ты переживал это слово, потому что, когда придет тест, твою жизнь, ты должен иметь, что сказать, если не будешь иметь, что сказать, то тебе навяжут другое, и ты уже будешь говорить другое, это маленький фрагмент, один тест, один тест, был следующий тест, вера в Бога, она осуществляет, таза истину, цель твою, и наша цель, мы благодарили Бога, за то, что Он нас уже вывел оттуда, но ожидание, терпение, его надо чем-то заполнить, кроме молитвы и слова Божьего, и я сказал себе, Господи, я буду, когда я молился на прогулках, я говорил, я буду, Господь, приседать, и мои приседания, можно, иди ко мне сюда, я приехал, когда домой, я ей рассказал, что я делал там, я говорю, я ее не видел, но там в камере, я говорил, Господи, мои приседания, это как, Господь, обнимание, Дух Святой, ты ни во времени находишься, я прошу тебя, Господь, обними мою жену, обними моих детей, я буду 10 раз приседать, этих 10 раз, это как 10 обниманий, это как 10 поцелуев, это как 10, Господь, я прошу тебя, Боже, пожалуйста, прикоснись к ней, Господь, и я приседал, и я приседал, раз, два, деви, три, и так 10 раз, я обнимал свою жену, у меня есть еще два сына, я говорил, Господь, я обнимаю ее, Дух Святой, я прошу тебя, Господи, обними старшего, он чемпион, я хочу, чтобы он славил Украину, Господь, пожалуйста, благослови его, твоя воля пусть исполнится в его жизни, я благословляю его, Господи, я люблю его, Господи, обними его, и я приседал, у меня есть еще один сын, его зовут Марк, и я говорил, Господи, я прошу тебя, обними его, Господь, благослови его, он знает тебя, он видит видение, он знает слово, Господь, он слышит твой голос, ты говоришь с ним восстанов, Господи, обними его, я прошу тебя, Отец мой, и я брал приседал, 10 раз, за 5 минут, я должен был присесть, 30 раз, я должен был их обнять, 30 раз, это были мои молитвы, потом, когда я приехал домой, я дал Богу там слово, что я буду ее обнимать, что я буду ее целовать, что я прикоснусь к ней, слушайте, как-то раз иду, ну, вот тут, в гостинице, 5-звездочной, она спит, смотрю, две ноги торчат, она спит, красивые ноги, такие бомбические, я встал на колени, и стал целовать ее ноги, а она лежит, спит, и я смотрю, она улыбается, я говорю, ты спишь или улыбаешься, она говорит, я сплю, послушайте, ничего скрыть от них нельзя, они все секут, я хочу, чтобы ты поделилась, вот теми переживаниями, знаете, Бог, Он вне времени, Бог, Он поза нашим мышлением находится, Дух Святой, и мы молимся, мы передаем информацию, и Дух Святой ее доносит, вот просто переживания твои, Церковь, добрый день, еще раз, отчасти я уже говорила в прошлый раз, но хочу повториться, это было время действительно духовной войны, потому что мой Дух, Он так сильно внутри, просто воевал, я это чувствовала, я высвобождала словом, слово, которое говорит Бог, потому что Он может творить невозможное, и Он благ во всякое время, поэтому все это время, мой муж был в постах и в молитвах, все, что оставалось делать мне, это тоже быть в постах и молитвах, это единственный способ, через который Бог говорит, как нам быть, и как жить дальше, это тот ключ, который открывает невозможную дверь, поэтому мы молились и пустились, это было наше оружие, против всякой плоти, против всякого зла, которое может сделать нам человек, и это была наша победа, Аллилуйя, спасибо тебе, слушайте, знаете, я там, уже было такое, что я смирился, знаете, ну, такое чувство было, сказать, что такой герой, верил там, провозглашал, да, верил, провозглашал, но были такие времена сложные, знаете, это как вот, тут ты веришь, а тут не веришь, и было такое, что, ну, уже Господь, смиряюсь, раз это моя доля, я готов принять эту долю, не знаю, как дальше ты будешь, Господи, не знаю, и были такие мысли, ну, пойду на небо, не знаю, ну, вернусь домой, не вернусь домой, не вернусь домой, Господи, ну, как же я пойду, ну, как я ешу, ну, жена, дети, они останутся без меня, бэрни, они полисят без меня, она выйдет замуж за другого, вы не апрецессия сердциту, та нет, слушай, не согласен, я ж все копья там соберу на небе, я буду им в спину кидать, сна у них не будет, Господь, я правду говорю, я так молился, та лудзи, я не знаю, за что Бог тебя так сильно любит, что меня выгнали с той тюрьмы, слушайте, ну, он ее пожалел просто, я другого объяснения не могу найти, только ты мне, пожалуйста, в следующий раз скажи, чтобы я знал, она говорит, я никогда не был за границей, она говорит, я никогда не был на концерте, там, каком-то, у нас была ситуация, ну, я так понял, не было на концерте, хорошо, мы один раз поехали с большой концертной программой, и в один день мы давали по три концерта, с народным артистом Украины, и это было тысячу километров, вдоль всей передовой мы проехали по нашим солдатам с концертами, таким образом она побывала за 10 дней на 30 концертах, потом она говорит, я никогда не был за границей, перед самым вот этой войной мы сделали паспорта, ну, за гран-паспорта, и я вчера ехал и думал, Господи, неужели мне понадобилось сесть в тюрьму, чтобы она приехала сюда, в Латвию, я уже, слушайте, боюсь, я говорю, ты мне скажи, куда я в следующий раз должен попасть, ты как-то договориться там, ну, как-то, потому что мне как-то не очень, я понимаю, что Бог выполняет ее желания, послушайте, женщины, это очень серьезно, с ними шутить нельзя, это я говорю мужикам, любите своих жен, это ваша деодема, цените их, любите, обожайте, целуйте, аллелуйя, это первый генерал молитвенный, который встанет за вас, послышьте меня, спасибо тебе, дорогая, аллелуйя, аллелуйя, и так, церковь моя, и так, манна драуз, на одном из допросов, веная но пратеношанс, пратеношанам, когда Бог мне сказал проповедовать, когда Девы мне сказали проповедовать, я думаю хорошо, Бог, я буду им проповедовать, я буду им проповедовать, я с вами слуденошу, церковь моя проповедить, она состояла у меня, святруна, отцарствия Божьем, и на одном из допросов, там ФСБшник один говорит, вы же должны правду говорить, вы же верующие, вы же верующие, я подумал, да, я верующий, я должен правду говорить, и я стал ему говорить, я так хочу, чтобы вы поверили мне, моей правде, а правда, она заключена в Иисусе Христе, а правда, она заключена в том, что есть небеса, есть ад, и правда заключена в том, что человек сегодня определяет свое будущее, и правда, она заключена в том, что ценность жизни, никто не имеет права забрать эту жизнь, и правда, она сегодня в том, что у нас идет братоубийственная война, Вы же говорите нам, что мы братья. Но не мы же пришли к вам, а вы к нам пришли, эту границу переступили. И правда она в том, что каждый человек даст отчет. Так написано в Библии. Я проповедовал, я говорил. Когда я приходил в камеру, мне братья говорят, сокамерники, говорят, слушай, что там ты... Нас вызывают на допрос на 15-10 минут, а тебя нету так долго, 2 часа. Что ты там делаешь? А я говорю, я им проповедую. Что ты проповедуешь, не проповедуешь, больше их посадят. А я говорю, так мы и так сидим. Он нас призвал проповедовать, нам надо проповедовать. Слушайте, я понял одну вещь, что Слово Божье это очень мощное и сильное оружие, которое способно разрушить любую твердыню. Но ты должен уметь иметь мудрость. Когда тебе это делать? В какой ситуации? Ты должен говорить правду. Да, я должен, я хочу. Я говорю вам правду, но я хочу, чтобы вы поверили мне. Я очень хочу. Знаешь, мы не навязываем никому нашу правду. Правда, она не навязывается. Она сама за себя говорит. Свет намного сильнее тьмы, и свет никогда не будет унижаться перед тьмой. Свет, если приходит, он вытесняет тьму. Проповедуй. Мы всем проповедовали. Кто нас охранял? Нас бьют, нас унижают. А мы им проповедуем. А мы молимся. Вы молитесь за Россию, меня спросили. Я говорю, мы молимся за Россию. Знаете, мы молимся, мы благословляем Россию, мы благословляем российский народ. И это так, и мы в камере были, и мы молились, и говорили, Бог благословляет Россию. И пусть правда Божья придет туда. И пусть разрушится всякая тьма. И дьявол, мы связываем тебя. Именем Иисуса. Мы изгоняем тебя. С этой страны. И это правда. И это наша правда. И это наша правда. Халлелуйя. Итак, я заканчиваю. Молитва, лукшена, хвала, слава, благодарение, проповедь Слова Божьего, разрушает, сограуя, царство тьмы. Тумсас валсты. Молитва, благодарение, патрица и Слова Божьего, разрушает, сограуя, царство тьмы. Тумсас валсты. Поэтому, в каком бы ты ни был сегодня положении, твоя молитва, твоя благодарение, твоя проповедь, твоя святерина, разрушает, сограуя, все царство тьмы. Вису Тумсас валсты. Пусть Бог благословит тьмы. Леди мы встанем на ноги. Мисецелсмесу савам кайям. Аллелуя. Можна тут играет? У меня есть желание. Да? У меня есть желание помолиться за вас. Знаете? Да, да. У меня есть желание помолиться. Я помолюсь. Когда мы были там, я в той тюрьме, я говорил, Господи, Тебя хватит на всех. Ты такой огромный. Твои силы больше, чем достаточно. И я знаю, что Ты можешь прикоснуться ко всем. Аллелуя. 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 Отец Своим Иисуса Христа, я попрошу вас сейчас взять свои пожертвования, свои десятины. Мы соберем эти пожертвования, я помолюсь, благословлю ваши пожертвования. А после этого мы потечем дальше с вами. Я попрошу, чтобы вы собрали эти пожертвования. Это очень важно для Дома Божьего, для Церкви, для Слова Божьего, чтобы Царство в свете распространялось дальше, чтобы Церковь стояла. Аллелуя. Отец именем Иисуса, я благословляю каждого сеятеля сегодня, благословляю каждого, кто Господь с десятинами пришел, кто верный Твой. Благослови и воздай Ему. Воздай то, что есть у Него в сердце. И покажи разницу между служащим и неслужащим. Покажи, Господь, то, что ты можешь в свою силу. Во имя Иисуса Христа, благослови. Я благословляю именем Иисуса Христа. Аллелуя. Благословляю, благословляю, благословляю. Можно собрать пожертвования эти. Пускайте ведра дам. Аллелуя, Господь. Отец, мы молимся Тебе. Прямо сейчас. Я прошу, Божий Святый, ожидаю Твое прикосновение, ожидаю Твое движение. Бог, пожалуйста, говори в каждое сердце слово, которое звучало сегодня на этом месте. Пусть будет откровение. Придет свежесть. Придет ободрение. Нак узмудринаймс. Кому надо поменять характер. Кому надо поменять характер. Пусть он поменяет характер. Найта смайна ракстуру. Господь благослови. Кунгс Святый. Нет отношений в семье. Ну, отец, благослови, нет отношений в семье. Светий шиза отец. Божий, я благословляю. Кунгс, я святый. Иисус, дорогой. Даргайся Ейзу. Прикоснись. Пескарьес. Я люблю Тебя. Я смил Тебе. Господь не я, но Ты касайся. Пескарьес. И пусть не будет ничего моего. Лен на уникам манейя. Только Твое. Как Ты был с нами там. Как Ты был с нами там. В той тюрьме. Ты не оставлял нас. Ты не отстаймус. Господи, Ты приходил к нам в эту камеру. Ты подкреплял нас. Ты прикасался на нас. Я прошу Тебя. Точно так. Прикоснись сейчас к Твоему народу. Прикоснись к Латвии. Прикоснись к Украине. Прикоснись к России. Прикоснись к Гривии. Ты, Бог, невозможно. Я знаю, Господи, Ты можешь остановить, Бог, мы нуждаемся в цеме. Очень сильно нуждаемся. Господи, когда я буду молиться и прикасаться, Ты прикасайся в вас. Ваим Иисуса Христос. Ваим Иисус Христос. Ваим Иисус Христос. Ваим Иисус Христос. Пескарте, я же с ним. Я хочу помолиться, очень иметь огромное желание, что Бог сейчас что-то будет делать. Клуб в калерах. Аллуйя! Аллуйя, Господи. Аллуйя, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok